Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфири Продоцивитель. Мы говорим о здоровье. У нас есть ролики по поводу дистиллята, по поводу соли, воды. Очень такая больная тема оказалась для нашего канала. Но это не случайно, потому что, напомню, что, как я это вижу на практике, не додать можно воду и минералы для более-менее стандартного человека, что находящегося в глубоко зашлакованном и токсическом состоянии, а там потребности просто высокие. На очищении там тоже потребности высокие, и потери высокие, как воды, так и минералов. Так и по себе скажу, у человека, который достаточно хорошо уже зачищен, есть все-таки еще потребность в минералах и в какой-то водной фазе. И она небольшая, но особенно при том, что есть фруктовый сок, есть провокация очистки, эта потребность сохраняется. Так вот, вижу у пациентов, например, там и спрашиваю, что такое, почему у вас оперативной воды нету, почему минералы выпали, и вот вы рушитесь. А там человек, например, пьет дистиллят, хорошо, да, и при этом еще может и голодать там на сухую, да, то есть испытывает себя на прочность. Ну так вот, я хотел, да, напомнить, что дистиллят – это, по сути, деминерализованный растворитель. То есть вы подаете, ну, представьте, вот вы, да, в реанимации, и там, или скорая приехала, и что вкалывает человеку? Физраствор. Ну а вы что туда, дистиллированную воду, что ли, капаете? То есть, ну, как бы, откуда вообще это взялось, что мы, оказывается, в природе водную фазу потребляем без минералов, из каких-то луж специальных, или откуда это? Мы родились какими-то аппаратами специальными? Да нет, ну, вообще, в идеале, если немножко водной фазы нам нужны, из фруктовой мякоти, а там она минерализована. И уже когда этого не хватает, мы не можем столько фруктовых соков потреблять, мы переходим к источникам. Хорошо, источниках – она минерализована. Горные источники – она минерализована. Почему опять записываю ролик на эту тему? Потому что я вижу конкретные примеры, что происходит с человеком, когда выпадают какие-то элементы, минералы, да, острые, либо постепенно, как разрушается организм, какие жуткие аутоиммунные заболевания, да, у человека идут. И там, по сути, нужно поправлять, как бы, элементы. А если это редкие элементы, поправить их тяжелее. Здесь нужно применение как специальной фитотерапии, так и грязевых аппликаций. Просто пососать соль, гималайскую плюс морскую, как я, да, везде объясняю. Это быстро может не помочь. Особенно, если это редкий-редкий элемент, а ваша микробиота, ну, при тех условиях, которых у вас, не умеет дать из одного элемента тот, который вот вам нужен. Потому что мы говорили о том, что есть люди, которые не нуждаются в воде и в минералах уже, да, настолько у них, ну, у них уже другой организм. Поэтому натыкаясь и продолжаю я натыкаться на случаи, когда у человека хроническое нарушение минерального обмена с выпадением каких-то минералов, да. И насколько, как бы, это опасно здесь, поэтому шутки по... И когда видишь, что такой человек, ну, не обладает совершенным здоровьем, шутит с тем, что убирает минералы из водной фазы, ограничивает водную фазу. Это смотрится крайне странно, когда во всем этом копаешься. Ну, что хорошо, посмотрите на канале, да, люди, которые изменили здесь это отношение, видят, как результаты, и, ну, что значит, довольны. Ну, жизнь начинает меняться к лучшему, пусть через какое-то обострение. Поэтому записываю не для того, чтобы оправдаться. Я и так вижу, что это работает. Ну, еще раз напомнить, это очень важно. Вы можете не додать, когда нужны тела, вода и минералы. Остальное, это ваше баловство, управление, все что угодно. Хотелки, самоуничтожение, заедание, там, своих блоков, например. Тело этого не просило, на самом деле, это вам показалось. Но что оно реально просит? Воду и минералы. И зависимость от соли, когда вы соль используете как наркотик, чтобы пропихнуть мясо, например, да, это плохая зависимость. Но зависимость от элементов, которые нам нужны из именно природной, каменной соли, морской, хорошая морская соль, вообще морская вода. Там очень много элементов, на самом деле, в следовых количествах. Вот нам это нужно как бы ванночками брать, да, грязью брать, потому что, ну вот, нужно это при такой жизни, при таком питании, да, и на очищении, ну, не пройти мимо этого. Андрей Широков, Клуб «Продацелитет».